Было ли у вас ощущение надвигающейся войны? Нет, погромче. Было ли у вас ощущение надвигающейся войны? Может быть разговоры? Ощущение, что ждать войну? Да. Да нет, такого не было. Такого не было. Чтобы ожидали войну. А я это... Ой. Ничего такого, а что это было? А вы что-нибудь слышали о войне в Испании? А? О войне в Испании что-нибудь слышали? О войне с Испанией что-нибудь слышали на тот момент? О войне в Испании на халки. А что, сейчас по телевизору? Нет, тогда. Нет, нет, на тот момент. А с Испанией? Да. А как в... Да кто там? Газет не было. Кто? То есть не было. Ничего не читали, ничего. Война. Ни газет, ничего. Я в госпитале уже служила, и то мне майор по политчасти говорит, Вера, а кто у нас, говорит, верховный главнокомандующий? Он мне говорит, Вера, а кто у нас верховный главнокомандующий? А я говорю, я не знаю. Ни газет, ничего, никто ничего не объяснял. А он мне говорит, Вера, надо ходить на политзанятия. Ну вот такие дела. Откуда? Кто такой нам разговор говорил? Мама в колхоз на работу, ни газет, ничего, никакого общения. Что? Ничего не могу я за это сказать. То есть вы не знали о тех вот причинах, поступках нашего правительства, что они предпринимали в войне? То есть ничего, ничего вот такого? Да нет такого, ничего. Никто, никто. Некому было. Понятно. А как вы узнали вот о начале войны? Может быть, там по радио? О начале войны? Да по радио. По радио? Конечно, по радио объявили. 22 июня ровно в 4 часа. Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Да, понятно. Вот так было. Вот мы вот так и узнали. А вот вы узнали, и вот какая была первая ваша реакция на то, что вот война? Да какая? Страх, конечно, какая реакция? Какая может быть реакция? Страх. Ни родителей, никого, и война. Лучше бы папку забрали в армию на фронт, докубили бы там, но не расстреливали. А вы что-нибудь думали тогда, каковы были причины на тот момент вот развязки войны? Из-за чего война? Вы знали вот причины, может быть? Да. Не было никаких предположений почему? А речь Молотова в 1941-м слышали? А где радио не было? Где слышали? Где слышали? Это радио было где? На улице, там, колхозе или где? А в домах тогда и радио не было, ничего не было. Жили вот так. Нет, никакого радио не было. А могли бы Вы рассказать о каком-нибудь подвиге, может быть, который вот при Вас, вот в Вашем присутствии был? Кто? Может, о подвиге каком-нибудь, вот в Вашем присутствии, может быть? Вы же были в госпитале, наверняка Вы общались с военными. Может быть, кто-то что-то рассказывал. Интересно. Нет, ничего такого не было. У меня там была медсестра, одна она лейтенант была в медицинской службе, Людмила Леонидовна Уточкина. Она была уроженка Покрова Машинского района Тамбовской области. Такая была добрая женщина, добрая. Ну, так общались мы. Она всегда меня одобряла, всегда довольна была. Мне много приходилось с ней общаться. Ну, а так... А можете Вы выделить, например, какой-нибудь день вот из войны, да, который был вот, например, для Вас самый трудный или период, может быть? Самый трудный? Да. Когда вот, в каком момент было вот ужасно? Он все время был трудный. Все время трудный. Не обуться, не одеться, не во что, ничего. Так жили кое-как. Что-то мамка в колхозе зарабатывала. Четверо детей. И надо накормить, и надо деть обуть, и... С чего? Вы что-нибудь знали о положении под Москвой в 41-м году? Да что мы знали? Да ничего не знали. Что знали? У нас в Москве дядя, мамин брат был, жил там. Он уехал. До войны они уехали. У них один мальчик был, Алеша. Они уехали в Москву до войны. Там жили. Я адрес вот не помню сейчас. Ну, папка туда ездил до войны к нему. Был у брата. Вот. Потом у них там двое деток еще родились. От Оля и Оля. Вот. Ну, он погиб, брат, погиб. Папкин брат за оборону Москвы. Понятно. Ну, там остались в Москве дети. Ну, как? Мы-то уже теперь уже по возрасту. Они нам, дети, будут. Только один Алеша, если его увезли маленько. Я ее чуть маленьким помню, ему годика три было. А те там родились, мы и вовсе их никого не видели. Ну, если бы здоровье было получше, сейчас вот, пожалуйста, можно и жди меня, и все, можно было найти. Ну, а кому? А кому? Кому? Восемьдесят пять лет. А у нас детей с мужем не было. Я в пятидесятом году вышла замуж. А вот в двести пятом году у меня муж умер. Он был участник войны. Он девять лет в армии служил. Он служил кадровую, а потом попал в отечественную. Вот. В двести четвертом году он умер. Он умер. А при каких обстоятельствах? При каких обстоятельствах? В 2004-х. При каких обстоятельствах? Он умер. А парализованный был. Семь месяцев лежал, я его кормила из десертной ложечки. Он мне говорит, ты меня, Вера, отдай, дом престарелый. А я говорю, я никуда тебя не отдам, пока я живу. Мне эта сестра старшая со мной жила, помогала мне. А я уже плохо ходила. У меня ноги заболели с 72-го года. А потом все хуже и хуже. Ну, я после... После войны я поступила работать в больницу. Работала в больнице санитарочкой. Так санитарочкой проработала. Потом у нас в районе построили новую больницу. Там, где я работала, в Успенской больнице, там семь километров от нас. Оттуда, где я замуж вышла, в районе, в Касторном, там построили новую больницу. И меня забрали в больницу работать. Я там работала костеряншей 20 лет. И оттуда вышла на пенсию в 81-м году юридически. А фактически я в 86-м рассчиталась. Я 5 лет еще работала на пенсии. Можем у вас спросить. Вот до войны, еще до военного времени, вы верили в Бога? Была у вас вера. Кого? Верили ли вы в Бога? Ну, маленькая была. Когда-то потом церкви позакрывали. Их там и ломали. И все, я помню, как у нас церкви там ломали, разбивали. Они валились, прям страшно было. Одну церковь взрывали, там от нас было видно. Взрывают, она прям вот так качается, белая была, а никак не упадет. Ну, мама маленькие были. Мама, когда церкви работали, мама ходила и нас с собой водила. Я была в церкви. Помню, как мама маленькую меня водила в церковь. А потом-то их поразрушили. А после войны, как бы, ваша вера сохранилась? То есть вы так... Церковь? Да. Ну, потом-то, потом открыли церковь. И здесь в районе, в центре, там большая была церковь. Ее половину закрыли, а половину пустили под склад. Там был райсоюзовский. Возили туда всю мебель, и все. Половина была закрыта, церковь. Ну, потом, я уж не помню, в каком году открыли. Все это. Сейчас полностью работает там. И колокольню новую сделали. Все. Народу много ходит в церковь. Ну, вот так. Она вот... Муж умер. Детей у нас не родилось. Так мы прожили с ним 50 лет. Без детей? Супружеской жизни, да. Вот. Он умер на 88-м году жизни. Я осталась одна. Туда же дом продала. А вот меня забрала сестра. Она за мной ухаживает. Племянник. Тут у нее сын работает, врачом железнодорожной больницы. Шабан Александрович. Шабан Николай Александрович, сын. А вам когда-нибудь приходилось встречаться, например, с немцами? Приходилось ли вам встречаться с немцами, например? С немцами? Да. Нет, мне нет. То есть не раненых, возможно, там вот... Нет, 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 нет. Мне не приходилось. Понятно. Я во время оккупации там не была. Понятно. А о союзниках СССР вы и не слышали? О союзниках СССР вы не слышали? Как во время войны помогали Америка? А, слышала, а как же. Они нам присылали этот, как его, помощь. Помощь присылали, присылали посылки. Как она называется? Вот, Аня, забыла, как она такая противная, похоже на кукурузу. Как она называлась, Аня? Соя. Сою присылали. А, да, сою присылали, ботинки присылали, одежду. Одежду присылали. Ну, одежда нам не попадала. Ну, а присылать присылали? Соя, одежду, это самое, яичный порошок. Ну, не всем это попадало. Ну, понятно. Не всем попадало. А помогать помогала Америка. А как же. А как же. Они потом второй фронт открыли. Так же было. Но помощь их была все равно недостаточная. Это правда. Ну, помогали, помогали. Ну, опять помогали, а кому попадало, а кому нет от этой помощи. Ну, да. Вот так. Так все же были без мужиков-то. Да. Ну, вот так. Где детей больше, туда уже. Трудную жизнь прожили, трудную. Годы трудные вообще. А где вы встретили День Победы? Можем вас узнать? Да едно. Дома где? Дома. Конечно. Какие чувства у вас вызывают? Какие чувства у вас вызвали, когда вы дошли до вас? Ну, как День Победы все. Ну, представляете, как радостей сколько. Все собирали. У нас тогда колхоз был. В колхозе прям столы поставили вот так, длиной. Не накрывали доски. Меду, хлеба напекли. Было ж трудно. И все за столами сидели, кормили, поили, плясали, пели, плакали. Это что было, ну, неописуемо. Понятно. Было все. Много было слез, много было радости. А вот сейчас вот много вот по телевизору показывают вот различных передач о войне, фильмов снимают. Вот по вашему мнению, какой вот из них более или менее приближен вот к той атмосфере войны? Вот какой вот вам вот, например, вам больше нравится? Фильм? Да, фильм. О войне. О тех годах вот военных. Ну, что ты, их вот телевизоры, они недавно там уж появились, не все их могли приобрести. А чего, какие фильмы? Какие фильмы, впечатления после войны, самые лучшие. Военные фильмы. Военные фильмы. Военные, военные все были. Это наши были. А какие больше вам нравятся, что могли бы посоветовать молодежи, например? Ну, молодежи, где больше подвигов, где была безответственная любовь к родине. В этих фильмах все показывали, как шла молодежь. Вот как военные годы, военные, вот мне было 8 лет, и мы уже работали. Мы не отказывались никогда, как сейчас вот, допустим, я даже у меня внуки, у нее-то нет, у меня внуки, говоришь вот. А тогда этого не было. Тогда это считалось так, как должно быть. Мы помогали родине. Ну, сейчас, конечно. Мы отдавали все. Варежки, кто вязал, кто чего спасал. Сами оставались так, а туда все отправляли. Ждали, когда это... Шили, шили эти вот, для табака эти, как их называли. А, эти мешочки. Мешочки, да, мы бы не поняли. Ну, как они назывались, забыла. Ну, вот. Да, есть им название. Ах, как это... Да, эти кисеты. Кисеты. Кисеты шили, издавали их, отправляли посылками. Как напели. Пронешли мне в землянку посылку, и повеяло тепло. И забилось от сердца так пылко. И я вспомнил Тихий дом. На посылке адрес краткий. В нем написано одно. Или Толе, или Коле. Или Оле все равно. Ну, вот. Песни такие еще были. Ну, еще. А фильмы... Фильмы очень хорошие. И Сталинградская битва вот была. И Победа вот. За Москву фильмы. Все, все вот эти фильмы патриотические. Да и сейчас вот мы, например, вот показывают. Мы вот эти не смотрим. Я не знаю, может, мы сериалы вообще не смотрим. Вообще не смотрим сериалы. А вот именно те фильмы, те, те, уже даже послевоенные. Вот только им предпочтение отдали. Они фильмы, и они увлекают. Потому что наша молодость была. Молодость наша прошла в это время. И мы... То, что там показывают, это все было с нами. Понятно. То есть это ближе для вас? Да, да. А сейчас вот... Да я бы сказала, вот последнее время, ну, как вот разговаривали с внуками, они не глупые. Они тоже не увлекаются сериалами. Ну, понятно. Не увлекаются. Потому что... Ну, что это? Даже им больше лучше посидеть вот у компьютера. Но это же правда. Это правда. Это правда. Нежели смотреть это какой-то... Как внук мне говорит, Бабушка, это попса все. Это все. Я лучше компьютер посмотрю. Вот понимаете. Поэтому мы его предпочтение отдаем. Сейчас вот по звезде, по каналу, постоянно эти вот все фильмы. А мы посвятили всю жизнь в медицине. И вот Анна Яковлевна в медицине, с медицины на пенсию пошла. И я в медицине, и Мария Яковлевна в медицине. Все на пенсию вышли с медицине. Всю жизнь посвятили, как с госпиталом санитарочкой, и так, и... Ну, потом ты же не была санитарочкой, все-таки ты была с сестрой хозяйкой. И сестрой хозяйкой была, и костеляншей была, и депутатом была, и на доске почета была, и грамот похвальных много. Уважали меня по работе. Я 50 лет на велосипеде проездила. Вот. На работу ездила на велосипеде, хоть и жили близко. А на работу приезжаю, куда надо поехать, может быть, в бухгалтерию, там за 7 километров. Куда? Вера Яковлевна. Понеслась. Так меня и звали, спортсмен. Я думала, я буду в досмерке на велосипеде ездить. А с 90... с 95-го года и не берусь за велосипед. Хотя он у меня еще и стоит тут, привезла сюда. Два у меня украли велосипеда. Такое же то время. Один на работе, один около умермага поставила, украли. Вот уже приехала сюда и постоянно звонят, приезжают, проведывают, постоянно. Столько знакомств, столько все, все это ей. Так вот осталось за доброту, за труженика, как она, труженик такой. Так вот, почитаете ее до сих пор? Умерла моя заведующая, там жила, у нее муж умер, она, а сын у Курски, у нее ветеринар, в ветеринарии работает, он ветеринарный закончил, и невеста, ветврач, они в Курске жили, она туда переехала. И вот мы с ней перезванивались, перезванивались, и, Господи, в девятом году она умерла, в день моего рождения. Ничего себе. Да. Но они позвонили, я ездила ее хоронить у Касторной. Да. Пожалуйста. Ездила, меня там все встретили, ой, Вера Яковлевна, Вера Яковлевна, все встречают, обнимают. Ой, не могу. И вот сейчас, до сих пор все и думаю, Господи.